Метрика под названием UEC – это метрика, которая позволяет нам посчитать стоимость удержания и коммуникации с активированным пользователем, то есть до момента совершения им какой-либо транзакции, ну уже для того, чтобы он стал customer. Соответственно, здесь мы учитываем любые каналы коммуникации, которые требуют финансового вложения. Например, одна смс по России в среднем стоит рубль, мы закладываем ее сюда. Если это несколько смс до первой продажи, которую нам действительно придется потратить, мы их сюда закладываем, не в маркетинговый расход, а именно сюда. Мы закладываем сюда интерком тот же самый, например, один пользователь интеркома нам стоит столько-то денег, или любой другой чат-бот. Ну, везде, где вы платите не 100 рублей в месяц на все просто, и вне зависимости от того, сколько клиентов у вас есть, а там, где это все разбито по юнитам на каждого клиента. На какие решения нам может повлиять такая, казалось бы, незначительная метрика? Если, например, мы возьмем и заложим сюда расходы, которые раньше не закладывали, то есть у нас есть сервис смс, он масштабируется с количеством смс, отправленных каждому пользователю до совершения каждой транзакции. А многие же ребята еще смс-ки-то получают, но до транзакции не доходят, соответственно, мы теряем там тоже деньги. И мы должны понимать, что вот здесь мы потеряем какие-то денежки. Поэтому будет очень разумно сюда эти расходы включить или понять, что данные расходы, например, там 3-4 смс-ки нам надо отправить до транзакции. И, ну, это много, это 4 рубля, и на большом количестве пользователей это тоже много. Соответственно, возможно, количество этих смс-ок надо сократить, возможно, от сервиса смс-ок надо отказаться. То есть какие-то управленческие решения мы на основе этого принять можем, которые помогут нам нашу экономику сделать более маржинальной и сохранить эти денежки для дальнейшего реинвестирования в маркетинг или во что-то еще. Но таким образом, если обратить на это внимание, можно, по крайней мере, этот факт чекнуть. Чекнуть.